Йоу! Всем привет! Меня зовут Ахмаджа Исматов и это курс по Scratch. Scratch это платформа, которая создана для детей от 8 до 16 лет, но используется, может быть использован и взрослыми для создания различных игр или мультфильмов. В 2D, конечно же. Что можно здесь делать? Вообще, Scratch является базовым порогом для того, чтобы научиться программировать, так как тут используются объекты, функции и некие алгоритмы, базовые алгоритмы программирования. Итак, давайте же с вами сделаем самую-самую-самую первую анимацию в Scratch. Для начала познакомимся с интерфейсом. Первая у нас сцена. Сцена это место, где происходят действия. Действия, созданные актерами, либо же задним фоном. Актеры у нас расположены здесь, или же их называют объектами, или же даже спрайтами. В нашем случае я буду их называть спрайтами, так как спрайтами их называют не только в Scratch, но и в Unity. Для того, чтобы добавить спрайтов, нажимаем на эту кнопку «Choose Sprite» и выбираем любой спрайт, который вам понравился. К примеру, вот эту вот собаку. Dog1. Также мы можем выбрать задний фон. Жмем на эту кнопку. Выбираем любой задний фон, который вам понравится. Итак, мы можем перетаскивать наших спрайтов куда вам угодно пока что. Но есть нюанс, у нас цена ограничена. Из-за этого Scratch не очень-то и популярен в создании крупных проектов. Но для обучения базовым принципам программирования самое то. Фон и спрайты мы поставили. Теперь давайте же перейдем к самой основной части. Это у нас игровая площадка. А здесь находятся скрипты. Скрипты – это тот же самый код, только упрощенный вариант для Scratch. В вкладке «Костюмов» у нас находятся костюмы, а в «Sound» – звуки. Первая анимация у нас как «Hello World». Нам надо заставить кота бегать туда-сюда. Для этого нам надо перетащить скрипт «Move 10 Steps» и нажать на него. Несколько раз. Как видите, код двинулся с места. Но этого нам недостаточно. Нам надо сделать так, чтобы он сам бегал туда-сюда и отталкивался от препятствий. Для этого у нас существует скрипт как «if on edge bounce». Но, как вы видите, и этого нам недостаточно. В программировании есть такая вещь, как «loop» или же циклы. Для того, чтобы выполнять одно и то же действие несколько раз. Для того, чтобы использовать цикл, мы заходим в «control». И у нас есть замечательный скрипт, называется «Forever». Его перетаскиваем. Для того, чтобы соединить, нам надо всего лишь взять наши скрипты и засунуть внутрь цикла. Итак, когда я нажму на «Forever», запустится скрипт. Как вы видите, код все время переворачивается и нет никакой анимации бега. Для того, чтобы это сделать, нам надо войти вкладку «костюмы» и посмотреть, сколько же их у нас есть в данном спрайте. Как видите, костюмов два. Если я быстро переключаю их, создается анимация бега. Для того, чтобы это автоматизировать, мы можем выбрать скрипт «Next костюм». Ставим в цикл, нажимаем. Более-менее похоже на бег, но у нас код переворачивается, и это нас не устраивает. Для того, чтобы это исправить, мы нажимаем на «Direction». И, как видите, у нас сейчас стоит «All Around», это означает «Во все стороны». Нам нужен второй. Это у нас «Left and Right». «Left and Right» позволяет спрайту двигаться только в двух направлениях – лево-влево, лево-вправо. Также у нас есть «No Rotation», которая не позволяет вообще менять ротацию. Но в данном случае у нас устроит «Left and Right». Нажимаем на «Forever», и мы видим анимацию кота. Для того, чтобы каждый раз не нажимать на «Forever» для запуска анимации, мы можем это автоматизировать. Автоматизация идет в вкладах «Events». «Events» – это событие. Событие выбираем самое первое «When Flag Clicked». И теперь при нажатии на флажок «Go» у нас запускаются эти скрипты. Но, как вы видите, код бегает слишком быстро, и анимация какая-то дерганая. В программировании есть такая вещь, как «Delay». «Delay» – это приостановка, и она находится в контроле. Берем «Wait one second» и сюда. Но секунды – это много, поэтому мы можем ее сократить и уменьшить до 0.3 или 4. Думаю, так сойдет. Если вы случайно закинули какой-то скрипт, который вам не нужен, вы можете его удалить, просто выкинув его вот сюда. Итак, давайте же мы заставим кота говорить с «Hello» все время. Или же можно «Hello» – «This is clear». На этом у нас все. Первый урок закончился. Надеюсь, что вам понравилось. Подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся на следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok